Большой автомобиль И на дорогу сумрачно глядел Вдруг остановка, что там, он спросил Рабохева, а тот бетон месил И дал ему ответ весьма простой Из мрамора здесь будет стоять на память людям Писатель наш великий Лев Толстой Из мрамора здесь будет стоять на память людям Писатель наш великий граф Толстой Ах, Лев Толстой, ну как же, я читал Хорошего он много написал Но лучшее, что удалось ему И вширь поплыл лица большой вал Рабочий, говорит, не создавал А ошиблись вы, товарищ, потому Что тоже русский гений Но не Толстой Тургенев Иван Сергеевич написал Муму Да тоже русский гений Но не Толстой Тургенев Иван Сергеевич написал Муму-Муму Автомобиль привез портфель домой Товарищ при портфеле сам не свой Пижаму механически надел Поел и телевизор посмотрел И думал он за письменным столом Какая ж все же темнота кругом Тургенев, если написал Муму То памятник Толстому То памятник Толстому То памятник Толстому Почему? Зачем тогда Толстому? И почему Толстому? Зачем ему тогда? И почему? Муму Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Мы продолжаем череду торжественных мероприятий, посвященных обновлению обелиска нашего города. И сейчас мы с вами находимся в одном из исторических мест нашего прекрасного города-курорта. В конце 19 века здесь был устроен роскошный зеленый сквер, который до наших дней сохранил свою историческую планировку. Менялись времена, менялись правители и название этого сквера, но он неизменно оставался излюбленным местом для отдыха горожан и отдыхающих. Сегодня сквер обрел новый облик благодаря федеральному проекту формирования комфортной городской среды, национального проекта «Жилье и городская среда». В рамках федеральному проекту благоустраиваются общественные территории, парки, набережные, а также реализуются проекты всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. За два года в Пятигорске уже обновлены Эммануэлевские и Нагорные парки. Сегодня открылся после реконструкции Лазаревский сквер. В выборе территорий для благоустройства принимали участие жители города, мнение которых являлось приоритетным. Ну и, конечно, огромную поддержку в реализации проекта оказали краевые и федеральные власти. Слово для приветствия предоставляется депутату Государственной Думы Российской Федерации Ольге Михайловне Казаковой. Глубоко уважаемый Владыка, уважаемый Дмитрий Юрьевич, дорогие друзья, горожане, гости нашего прекрасного города, дорогие ребята, которые сегодня прекрасно так открыли наше торжественное событие. Я от всей души поздравляю вас всех с майскими праздниками, конечно же, с наступившей Пасхой. Вы знаете, вот ведущий очень хорошо рассказал о том, как сегодня Пятигорск встречает два очень знаменательных события, открытие двух скверов. И, конечно, вот национальный проект, краевая власть, муниципальная власть, горожане голосовали. Это большой такой пример общей работы. Но вот за этими официальными словами, цифрами стоит просто большое человеческое счастье, эмоции, которые здесь будут получать все люди, которые будут сюда приходить. Сохранение нашей истории и, конечно, связь с современностью. Сюда будут приходить прекрасные дети. Вот сейчас они малыши, они будут здесь расти, дружить, встречаться, любить, гордиться нашим прекрасным городом. Городом Пятигорском. Я всех вас от души поздравляю с сегодняшними светлыми, хорошими событиями в нашем городе. Пусть их будет больше. С праздником вас! Слово предоставляется атаману Терского, войскового казачьего общества, войсковому старшине Кузнецову Виталию Владимировичу. Благодарю. Благодарю вас, уважаемые ладыка, уважаемые гости, жители Китегорска, братья-казаки. Сегодня открываем уже второй сквер. Поздравляю вас в первую очередь с светлым праздником, с Пасхой Христовой. В эти праздничные дни много людей, такие праздники, и именно сейчас открываются скверы. На самом деле, большое внимание сейчас уделяется благоустройству городов, и мы все это видим. С Божьей помощью, еще раз всех с праздником. Всего доброго. Любовь! Любовь! Слово для приветствия предоставляется главе города Пятигорска Дмитрию Юрьевичу Порошилову. Дорогие друзья, сегодня мы присутствуем на этом прекрасном событии, открытии после реконструкции, благоустройства нашего сфера имени Льва Николаевича Толстого. Много сил сюда было вложено, много было сделано. Мы видим, что то историческое наследие, которое присутствовало в городе, оно сохранено в полном объеме. Восстановлены знаменитые лестницы, восстановлен фонтан, восстановлено покрытие. Вновь нас радуют новые клумбы, наш календарь цветочный. Я бы хотел сегодня отметить еще один такой факт, что в 2005 далеком году здесь происходило такое же торжественное событие, открытие сквера, в то время им как раз таки дали сквер имени Льва Николаевича Толстого, открытие пюста, писателя. И открывал этот сквер, присутствующий здесь сейчас у нас депутат Думы города Михин Владимир Васильевич. Я хотел бы вам тоже дать слово, Владимир Васильевич, можно вас? Потому что это такая преемственность поколений. С 2005 года сквер прошел свой путь, и пришло время его обновлять, и мы с вами вместе сделали эту работу и выполнили. Льва Николаевич, скажите пару слов, как в том далеком 2005. Спасибо. Действительно, это было так давно и так недавно. На этом месте, уважаемые друзья, может быть, кто-то и помнит, был заложен в прошлом веке еще камень, на котором была такая вот доска чугунная, на которой было написано. Здесь будет установлен памятник великому русскому писателю Льву Николаевичу Толстому. И вот в 2005 году, в канун Дня города, собрались энтузиасты и решили воплотить в жизнь те начертания, которые были на этой чугунной мемориальной доске. И тогда мы восстановили этот сквер, привели его в порядок, и поставили вот этот памятник. Хорошо, что его, скажем так, сохранили, только сегодня правильно было сказано, его овоят овечет уже в бронзе. Вы знаете, во все времена неравнодушные пятигорчане стремились к тому, чтобы создать в этом городе хороший уют. Уют и для горожан, уют и для гостей этого города, я имею в виду отдыхающих, курортников. И всегда мы к этому стремились. В разное время были свои возможности, в разное время были свои силы для того, чтобы все это дело делать. Мы тогда делали это таким образом, что сегодня мы можем об этом вспомнить с удовлетворением старшего поколения. И спасибо и главе, и, естественно, всем тем, кто дал возможность все это дело поддерживать в хорошем состоянии, улучшить еще больше тот уют, который в нашем городе нужен нам для того, чтобы привлечь и дать возможность отдыхающим находить теплое и уютное место в этом городе. Я всех поздравляю с этим событием. Это действительно большое событие. Желаю всем здоровья. Желаю, чтобы все всегда заботились об этом городе. Потому что, если мы о нем не будем заботиться, никто к нам не поедет, и наш город станет таким же неизвестным, как и много других забытых уголков в нашей стране. С праздником вас! Христос воскресе! Уважаемые гости! От лица всех пятигорчан еще раз благодарим вас за прекрасную возможность жить в чистом и уютном городе. Сегодняшний день отмечен еще одним торжественным событием для жителей нашего города. В 2005 году сквер обрел имя нашего великого поэта Льва Николаевича Толстого. Творческая жизнь, которая начиналась именно в Пятигорске. В 2020 году по инициативе главы города Пятигорска был объявлен конкурс проектов памятника Льву Толстому. Заявки на участие подали три автора. Среди них как местные мастера, так и специалисты из других городов. Представленные проекты пюстов оценивала конкурсное жюри, в состав которого вошли архитекторы, художники, историки, краеведы, представители депутатского корпуса и администрации Пятигорска. По итогам голосования наибольшее количество баллов набрал проект местного скульптора Светланы Аваковой, которая также является автором первоначальной модели памятника, который был установлен в этом сфере в 2005 году. И я с удовольствием передаю слово автору проекта победителя Светлане Ивановне Аваковой. Здравствуйте, дорогие горожане города. Я тоже хочу вас поздравить с обновленным сквером и с обновленным бюстом Ивана Николаевича Толстого. Такое создание, как памятники, это создается для будущих поколений. История нашего города замечательная. В этом городе был Пушкин, Лермонтов, Толстой. И люди могут гордиться этим. Все поколения, будущие, ненешние, потому что именно эти люди создавали историю города. Мы можем гордиться всеми, кто был в нашем городе, такими великими людьми. Я хочу поблагодарить всем, кто голосовал за мое авторское произведение бюста Ивана Николаевича Толстого. И всех поздравляю с этим замечательным днем. Дорогие друзья, право открыть памятник предоставляется депутату Государственной Думы Российской Федерации Ольге Михайловне Казаковой, главе города Пятигорска Дмитрию Юрьевичу Ворошилову и скульптору Светлане Ивановне Алаковой. АПЛОДИСМЕНТЫ Ещё раз благодарим автора памятника Светлану Ивановну Авакову и все, кто принимал участие в реконструкции сквера. Благодаря вашим стараниям и вашей активности в городе появилось ещё одно уютное место для прогулок и отдыха. Место с богатой историей с современным воплощением. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok